Овощной сет. Слава Каранкевич готовит салат с луч. Рецепт проще простого. Нарезаем помидоры, чеснок и лук. Солим, перчим и заправляем подсолнечным маслом. Так студент 2-го курса торгово-экономического колледжа зарабатывает первые деньги в студотряде. Нравится то, что я опыт получаю. И если я попаду на какую-то работу, то у меня будет опыт. Без дела никто не сидит. В студотряде санатория имени Ленина работает 8 человек. Половина на кухне, остальные на территории. Поливают цветы, копают грядки, убирают мусор. В день выходит 25 рублей. Иногда больше. Все зависит от проделанной работы. Планы есть. Хочу купить девушке подарок. Ну и, в общем, готовиться к колледжу. Кто куда, а мы работаем. Смена у бойцов студотряда начинается с инструктажа по охране труда и получения спецодежды. Даже за месяц небольшие молодые люди на деле смогли изучить азы профессии, получить опыт, а главное – заработать деньги. Выполняют работу четко, вовремя. И надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество с нашими учебными заведениями города Бобруйска будет продолжаться и в следующем году. В 2023 студенческим отрядам исполняется 60 лет. И они по-прежнему популярны. В Беларуси уже трудоустроены более 30 тысяч молодых людей. И если одни выбирают занятость, исходя из будущей профессии, другие с головой окунаются в новое дело. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.